На празднике было много еды и соответственно музыки, но задачей организаторов было не просто устроить веселье для людей, а еще объединить местных жителей. А провели фестиваль как раз в том месте, которое было благоустроено в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования. Большую часть денег жителям села выделил муниципалитет, а небольшую часть суммы люди собрали сами. Мы реализуем поручения главы города Сочи на территории нашего сельского округа, а именно развитие сельских территорий, привлечение сюда туристов, развитие туристического направления, ведется активный поиск совместно с местным территориальным самоуправлением новых рекордционных маршрутов. Настоящая территория представляет собой два земельных участка, предназначенных под благоустройство, в которых проведены уже осуществлены ряд мероприятий. В том числе один участок это под строительство спортивных объектов. И теперь в селе есть парк с площадкой, место для прогулок и праздников. Скоро появится и место для занятия спорта. Ну а на первом фестивале «Вкус и музыка» еду готовили прямо на месте, а еще провели ярмарку произведений народных ремесленников. Выступили и творческие коллективы, среди которых были и воспитанники детской музыкальной школы имени Шмелева. Для юных гостей фестиваля провели мастер-классы по рисованию и изготовлению игрушек. Кроме местных жителей на праздник «Вкуса и музыки» пригласили и туристов. «Удивительно просто. Радует, что в Сочи, в селе можно встретить такое мероприятие. Территория, во-первых, очень хороша для того, чтобы здесь спортивные мероприятия будут, насколько я знаю, и с детьми. Место встреч односельчан. Замечательно». «Чаи попробовали. Послушали музыку. Винный квас, медовуху попробовали. «Прикольно, прикольно. Хоть какая-то вылазка». «Не ожидали, что будет так здорово, так атмосферно. Очень нравится». Активисты Совета ТОС хотят фестиваль сделать ежегодным и даже увеличить его масштаб. «Активисты Совета ТОС»